В третий раз подряд Щелковский историко-краеведческий музей принимает участие в ежегодной социально-культурной акции «Ночь искусств». Программа все интереснее – и концерты, и экскурсии, и мастер-классы, и презентации, и гостей все больше. Вот эти акции, они полезны для того, чтобы, как сказать, объединить наших горожан, жителей района, в едином порыве любви к искусству и к истории. Я так считаю. Открыл вечер концерт педагогов и учеников Щелковской детской музыкальной школы. Коллектив под руководством Алексея Шмелева приготовил тематическую программу, посвященную Году кино. Темы из фильмов «Пираты Карибского моря», «Мой ласковый и нежный зверь», «Три тополя на плющихе» и кое-что еще. Они часто играют разными составами. Музыкантам нужна сцена, говорит Алексей Шмелев, и музей ее всегда с радостью предоставляет. Ансамбль гитаристов, обычный посетитель этого замечательного музея, мы очень большие друзья. И небольшой ансамбль из бывших выпускников. Мы придумали фантазию на тему песен Зацепина Александра. Послушайте. Почти неофициально пришла на вечер глава Щелковского района Надежда Сурова. Тоже приобщиться к искусству. Те, кто породит своей деятельности, работают в Москве или еще где-то не может попасть в музей в рабочие дни, в рабочее время, сегодня у него есть великолепная возможность оторваться от айфона, от телефона, от телевизора и насладиться искусством во всех его проявлениях. Что умеем, тем поделимся с нашими посетителями, говорят сотрудники музея. А умеют они хранить историю района. Иногда ценность для них представляет маленькая бумажка в виде документа или фотографии. А есть дорогие экспонаты, как по стоимости, так и с точки зрения исторического наследия. В рамках «Ночи искусств» презентовали новые поступления. Предмет мы можем купить. Для этого выделяются бюджетные средства. Они не очень большие, но бывают. У нас есть меценаты, которые нам выделяют деньги на покупку предметов. Но самое главное, у нас есть дарители. Дарители – это обычные люди. Так в коллекции музея появились найденная в куче мусора и чудом сохраненная фотография семьи последнего владельца Соболевской фабрики Эдуарда Рабинника. Гравюра знаменитой художницы Ирины Воробьевой, изображающая розлив сиропа шиповника на Щелковском витаминном заводе. Накидка ручной работы конца 19 века, пудреница, керосиновая лампа, барановские платки. В этом году нам удалось приобрести и барановские платки. Это уникальные платки. Вы понимаете, что если учесться этому классу более столетия, то собрались графики, насколько он свежий. В эти дни в музее проходит выставка работ художника-графика из города Лосино-Петровский Марины Лазаревой. Для гостей Ночи искусств она провела мастер-класс по изготовлению гравюры в технике мецотинта. От нанесения изображения на пластину до печати на афортном станке. Плавно, не прерывая, процесса. Клювы. Да, клювы. Вот. Мне когда спрашивают, ну это морока такая, да, какая-то работа месяц, какая-то два. Иногда полгода возраст, с большим размером. Уже совсем поздно начались мастер-классы по изготовлению елочных игрушек. Время вроде не детское, но ребята терпеливо ждали и дождались. Делали работы в технике декупаж и из всяких подручных предметов. Когда вы покупаете в магазине макароны, вы думаете о том, как правильно приготовить и съесть. А творческий человек подумает о том, как сделать из них новогоднюю игрушку. Похоже, спать не хотелось никому. Музей принимал гостей до поздней ночи. Я первый раз участвую в такой программе «Ночь музея». Я получила массу удовольствия. То есть это был такой праздник. Наш город превращается в культурную столицу. Понимаете, такая атмосфера замечательная. Просто замечательная. Так что спасибо большое всем сотрудникам, которые это организовали. Ночь искусств бывает раз в году. Но вы можете приходить в историко-кроведческий музей по четвергам, когда он работает до 20 часов. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо. 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 Спасибо.